Сегодня важный и без сомнения волнительный день для выпускников, их родителей, учителей. На торжественных линейках ребята танцевали школьный вальс, благодарили своих педагогов. Лучшие из лучших победители Олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов сегодня собрались в Минск-арене. На главной ледовой арене страны оказалось около 10 тысяч выпускников. Для них выступили Алексеев, Нави-бенд, Александр Солодух и другие артисты. Наш корреспондент Надежда Сербиненко провела с выпускниками целый день. По-настоящему летний майский день. Для этих ребят особенно волнительный. В 37-й столичной гимназии 11-й класс оканчивают около 90 человек. К своему последнему звонку они готовились усердно и не только за учебниками. Всей параллелью поставили танец, школьный вальс в современной интерпретации. Я уверена, что выпускники нашей современной IT-гимназии внесут достойный вклад в развитие нашей IT-страны. Потому что эти ребята прошли все этапы становления нашего учреждения образования как ресурсного центра. От знаний элементарной документ-камеры до мультиборда, виртуальной и дополненной реальности. Поэтому это современные дети, наше будущее. Хочу сказать спасибо своей гимназии за всю поддержку, за всю помощь, которую она мне оказывала все 11 лет. Основная цель сейчас это поступить и успешно сдать экзамены. Элегантное платье, отглаженные белые воротнички и неизменный элемент образа. Лента выпускника. Катерина Цедрик, 11-классница 12-й гимназии Минска, делится с нами своими планами. Призер городских олимпиад по химии свяжет жизнь с наукой. Спасибо хочется сказать и гимназии, и преподавателям, которые действительно полностью отдают себя, всей душой любят свой предмет и стараются его передать нам. 74 выпускника. Из них 5 человек претендуют на медали. Ну и конечно же наши медицинские классы, это всегда, ежегодно. Мы гордимся ими, потому что полным составом наши медицинские классы поступают в медицинские вузы. Со школы сегодня попрощались и почти 8 тысяч 11-классников Минской области. Выпускники Озерцовской школы еще до конца и не верят, что это их последние часы вместе. Как-то не верится вообще. Как-то все быстро пролетело. Я вообще не ощущаю, что я 11-й класс и ухожу со школы. Не меньше, чем выпускники, сегодня волновались и первоклассники. А у маленькой Ани сегодня даже сбылась мечта – объявить конец учебного года. Я научилась читать, писать, писать цифры, решать примеры. А в Витебске «Последний звонок» прошел на главной открытой концертной площадке страны. Полный зрительный зал сегодня собрал летний амфитеатр. Под бурные аплодисменты зрителей в амфитеатре прозвучал «Последний звонок». Впереди экзамены я планирую поступать в БГУ на факультет славянской филологии. Это моя мечта. Учителям я хочу пожелать будущих творческих побед и хороших учеников. В каждой школе свои традиции «Последнего звонка». Например, из седьмой школы Бреста выпустилось уже восемь поколений лингвистов. Здесь углубленно изучают немецкий, английский и китайский языки. И если для большинства ребят наступили каникулы, то у выпускных классов впереди ответственный этап – экзамены и выбор профессии. Не буду хвастаться, но силен немецким. Я все-таки определяю для себя экономику, потому что связывать свою судьбу только с одной сферой – это не очень перспективно. А каким был его «Последний звонок» вспомнил выпускник школы номер 14 в городе Полоцке, а теперь министр образования Игорь Карпенко. Я хорошо помню тот прекрасный майский день, когда прозвенел «Последний звонок», потом был выпускной. Мы периодически своим классом встречаемся на разные юбилейные даты. Я думаю, что школы – это незабываемые годы, и с возрастом все больше эмоциональнее воспринимаешь. Если в прошлом году в Минск-арене собрались только выпускники минских школ, то в этом году праздник приобрел республиканский масштаб – 10 тысяч человек на одной площадке. Это лучшие из лучших победители Олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов. Я из средней школы номер 20 в городе Орше, и я попал сюда как олимпиадник. Дружественная атмосфера, очень много знакомых людей. Все мы приехали из Минско-областного кадетского училища, которое находится в городе Слуцке. Молодцы организаторы, что собирают нас, потому что мы обретаем новые знакомства, это впечатление. В Минск-арене в унисон забились сердца сразу 10 тысяч выпускников. Поздравили ребят и исполнили свои лучшие хиты. Алексеев, Нави-бенд, Дрозды, Александр Солодуха и другие артисты. Школьники вправе взять небольшую паузу в погоне за баллами и оценками. Ведь уже послезавтра, 1 июня, в стране начнутся экзамены, а потом и вступительная кампания. И тогда все пожелания, удачи и успехов этим школьникам особенно пригодятся. Надежда Сербиненко, Александр Ковелич и Александр Хоровец. Агентстватели новостей.